Всем йо, мальчишки и девчонки, с вами Нитрич и играем в Black Desert Online. Ссылку на игру и на наш мерч, где ты можешь приобрести вот такой вот мягкий подарок, либо кружечки, либо футболочки, оставлю под видео. Обязательно загляни. Ну что, ребятки, вот я и начал разбирать реворки по классам. А именно, какие у нас морфы брать, пробужденные навыки, какие скиллы используются, что изменили, что с классом стало и какие плюсы, какие минусы получили от класса. Мы именно в гринзе или в пвп. Сегодня речь пойдет о Страже и в следующее видео будет о лучнике. С вас, как всегда, поддержка лайком и максимальный репост видосу. Ну что, погнали? Ох, чуть не забыл. По поводу реворка Стража. Вот он остался абсолютно таким же классным имбовым классом по фарму, именно по челому фарму. Только стал еще круче фармить. Давайте теперь посмотрим, что изменилось в наследии у Стража в реворке. Заходим в пробуждение навыков. Для начала я вам покажу, что на что пробудил. Потом покажу комбу. Эти морфы сейчас, которые перед вами пробужденные, пробуждение скиллов, это для пвп. В бок пкм, так как часто используем для забафа на скорость атаки и плюс скорость передвижения нам поможет. Шифт лкм, это у нас дополнительные уроны, плюс отталкивание во время нокдауна я сюда поставил. Также меткость. На пробеле у нас, так как защита спереди, мы его вставляем куда угодно. Ну везде в общем. Он снимать будет защиту и дебафать врага. Отлично можно догонять этим скиллом. То есть на пробел нажал после любого навыка и задебафал. Затем у нас шифт ф идет. Она присутствует постоянно в комбинации. В начале комбинации после захвата минус деф врагу делать. Либо когда идешь в размен в масс пвп. Затем у нас идет шифт пкм, самый сильный наш скилл, где урон еще и в воздухе дается вторым ударом пкм. Ну и шифтку тоже у нас идет с дебафом по уклонистам. Так, теперь посмотрите какой у меня билд, что изучено. Может быть сделаете себе точно так же. Навыков, скажу, необходимо немало на страже в наследии. Видите, у меня 2231 навык и только 42 не изучено. Потому что дофигища какие скиллы все нужны. Вообще почти все скиллы используются. Просвещение рабаму я взял эхо могучих гор. Это ваша сейвовая рабама, которую вы используете в любой непонятной ситуации, когда вам нужно сменить позицию. Либо у вас, допустим, закончились скиллы, да, вы все раздали. И просто нажимаете ее сразу же. Она дает вам выпрыгнуть из замеса, к примеру. Единственное, что она дается в устойчивости. Поэтому, когда уже остается совсем мало хп. Если есть феникс, конечно, юзаем феникса. Так, а что касается навыков, вот смотрите. Ну, кстати, вот эта крутилка я не пользуюсь. Ее, в принципе, можно скипнуть. Тут лучше езать назад ЛКМ, чем ЛКМ-ПКМ. Удар щитом и подсечку, допустим, на F-ку, можете заблокировать, либо оставить. Смотрите сами, будете нажимать случайно, не будете. Эхо гор, кстати, вот оно как раз раскачивается. Так, ну и все остальное, в принципе, понятно здесь, да, по этим скиллам. Давайте теперь я покажу вам в PvP, какие комбинации лично я использую. Что, как вообще, на что обратить внимание. Ну, перед тем, как показать комбинации, давайте пробежимся быстренько, что же они апнули все-таки по урону. Мощь когтей земли, подняли урон. Абсолют прицела ОМОА. Вообще, абсолютно на всех скиллах. То есть, Shift-ПКМ, Shift-F, Shift-Q, вперед-Q, вперед-ПКМ. То есть, все эти скиллы получили отличный буст по урону. Просто шикарнейший. В общем, для тех, кто впервые на страже, также еще покажу забав. Как лично я забаваю, сначала нажимаю вперед-ПКМ, потом вперед-Q, пробел, потом пробел-ПКМ. И у нас крит урона, скорость атаки, бег и меткость забавана. Еще раз. Бок-ПКМ, вперед-Q, пробел, пробел-ПКМ. Видите, сколько бафов. Вот это мой селф-баф, перед тем, как я врываюсь во врага. К примеру, вы можете... Вот вы стоите напротив друга, ну, с врагом. Вы можете вообще откайтить его вот таким образом. Откайтили, забафались и вернулись сразу же в бой под бафом. То есть, можно такие финты крутить. Если вы деретесь, короче, с чуваком, у которого дофигища уклонения. Обязательно пробел-ПКМ бафаем. Обязательно. Затем, после того, как мы его законтролили захватом, даем Shift-Q, это минус уклонения. Shift-ЛКМ, Shift-ПКМ, ПКМ, Shift-F. И потом уже назад ЛКМ. Вот это комба против уклонистов. Уклонистов. Смешно. Чуваки, которые у нас одеты в поглоте. И самая, по сути, еще дамажная получается комбинация у стража в наследии. Это вбок ПКМ, захват, Shift-F, Shift-ПКМ, Shift-ЛКМ, пробел, назад ЛКМ. Вот это самая дамажная комба. Если этой комбой не убиваете чувака, скорее всего в уклоне. Поэтому через Shift-Q попробуйте. Что у нас еще получается? Вы можете находиться постоянно в устойчивостях. Тем более сделали, кстати, сбок ПКМ, а назад ЛКМ переход лучше. То есть вы нажимаете вбок ПКМ и сразу же назад ЛКМ. Все это время вы в неуязвимости в устойчивости. Потом переходите вперед Ку, вперед ПКМ, Shift-ПКМ дали, сменили позицию. Shift-F, Shift-Ку. Опять вбок ПКМ, вперед ПКМ. Затем Shift-ПКМ. Бок ПКМ, вперед Ку. Shift-F, Shift-Ку. Опять подкат с ударом. Опять Shift-ПКМ. Кстати, не забывайте, что лучше поставить сразу же после скилла Q-ку нажать, нежели просто пятиться назад. Обязательно. Потому что стражи в наследии очень часто контролят спину. То есть вот такими ротациями, где вы постоянно заливаете врага Shift-ПКМ, Shift-F, Shift-Кушкой, вы постоянно добавляете вбок ПКМ, назад ЛКМ. Вбок ПКМ, вперед ПКМ, вперед Ку. Еще что круто сделали, то что вперед ПКМ и вперед Ку начали тоже серьезный урон добавлять. То есть раньше как было, мы мансили этими скиллами вперед Ку, вперед ПКМ вокруг врага. Теперь мы запросто можем их добавлять в ПВП. И при этом у нас будет что? Правильно, наносится постоянный урон на врага. Как видите, у меня постоянно на каждом пробеле работает. То есть я вперед ПКМ прыгнул, пробел добавил, защита спереди. Shift-ПКМ дал, Shift-ЛКМ дал, бам, опять защита спереди. То есть пробельчик не забываем добавлять. Ну что еще по хитростям сказать? Ну на Фениксе вы все знаете, вперед F, вперед C нажал, на Фениксе полетел сразу же, тут раскастовался. Ульта мне не понравилась, хоть она и стала кастоваться быстрее. Я все равно считаю, что Z-ку профитнее есть в себя. Ну и пожалуй все. То есть все хитрости это вот, заливаем врага, если он у нас не пытается напасть. Не забываем про подкатик. И конечно же про Робаму. Вторую Робаму выберите какую хотите сами. Потому что лично я вообще не пользуюсь второй Робамой. Я считаю, что они все фиговые. И так скиллов хватает. Еще у Назад ЛКМа очень огромный прям урон. То есть первые два удара, которые даются в Назад ЛКМе, они даются в устойчивости. Вы их реально можете частенько добавлять. Смотрите сами на КД. Ну не забывайте конечно же про топор. Очень много вижу стражей, которые уже играют 300 лет на стражах, но не пользуют топор. Вот у меня был гайд раньше. В принципе, что старый гайд, что этот, сейчас ничего не поменялось. Просто урон у стража стал реально больше. Намного больше. Я не знаю, ну процентов наверное 20-30 процентов урона накинули. И вот все еще эти стражи, которые играют на них уже сколько лет, там 2-3 года, они им пользуют топоры. Топоры это просто невероятная имба. Во-первых, они вас могут спасти, когда вы продебафаете врага и он вас законтролит, к примеру, захватом. Они вас посудят то, что он не сможет дать контроль по вам. Точнее, он не успеет дать комбу, потому что будет очень сильно продебафом. Во-вторых, не используют подкат часто. Странно, почему не используют, хотя на нем написано, что устойчивость защиты атаки спереди. Ну вот просто вы можете прокатиться сквозь врага, развернуть камеру, дать ему контроль, к примеру. Ну, очень много финтов всяких. Почему-то не используют. Ну и топоры. Топоры на первом броске, блок спереди тем более. Если вы еще и с оранжевиком каким-нибудь отлично там в ДК или в лучницу, или в лучниках кинули топор, то он достали блок и побежали. Конечно, она может сейчас снести вам этот блок. Но не забывайте, у вас есть пробежка, феникс, по приземлению сразу шифт-пкм. Ну или там как пойдет. Ну и все, в принципе, по наследию, все советы. Две комбинации я показал, вам желательно на них выходить. Загляни в лавкарповедон.ком, закажи услугу Black Desert Online и зарядись. Ссылка под видео. Теперь разберем, ребята, стража для фарма в пробуде. Он точно остался точно таким же простым классом, но при этом ему еще бустанули скиллы. Теперь он в пробуде еще больше наносит урона. А именно, теперь прозрение драконов стало больше наносить урона. Укус дракона и всплеск инферно. Давайте я вам покажу, какие навыки я изучил. В пробужденной стойке, конечно же, суть на шифт-ф. Все остальные навыки изучаем, кроме захвата. Захват нам дается быстренько из первой стойки. Кто впервые знакомится с этим персонажем, покажу уже в пвп, как пользоваться этим захватом. В основной стойке мы так же, как и в наследии, учим все для контроля, для передвижения. Единственное, что шифт-пкм не учим, потому что там нет устойчивости и защиты спереди. Шифт-ф единственное, когда, допустим, все скиллы потратили, можно с этого побить этим скиллом. Вот, кстати, у меня здесь севка не изучена. Можно ее доучить, очки докинуть. Это подсечка с первой стойки, вот она, хоп, в устойчивости, кстати, удается. Наследие довольно часто применяется. Если, к примеру, вот так ошеломил, захват дал, но он не прошел, хоп, сразу попробуй подсечку дать, может еще успеешь. Либо просто захвата нет, а вперед в бок по км ошеломил, хоп, подсечку. Забыл момент сказать. Ну и, в принципе, тут, наверное, вам понятно. Если, ну, пробуждение, тут все изучаем, а тут в наследии, вот смотрите, что нам понадобится. Единственное, тут пробел для забава нужен в бок по км, ну и для пвп, для перемещения вперед ку, вперед по км. Что у меня получается для пве по пробужденным навыкам? В бок по км это забав на скорость атаки, плюс сам навык дает скорость атаки. Шифт ку у меня обстоит для продления урона по монстрам и минус вся защита, потому что со самого скилла еще идет вся защита. Шифт, пкм, пкм. Это когда я, короче, завершаю комбинацию. Сейчас уже монстры умрут, и я вот как раз этим скиллом ударяю. Он мне дает баф на скорость передвижения, чтобы я до следующего парика побыстрее добежал. Сюда, в принципе, можно поставить скорость атаки. Ну, смотрите сами. Затем на шифт ф я поставил вся защита противника минус 15 и крит урон плюс 3%. Сейчас уже на париках покажу, как это все работает. Это у нас идет водоворот пламени баф с панели, который нам дает всю атаку, плюс 20. Я сюда поставил шанс крит удара и урон по монстрам плюс 20. Шанс крит удара почему поставил 20%? Потому что потом бьем шифт ф, шифт ку и шифт пкм, там везде нам необходим шанс крита. И вот это новый скилл, ну как такой, относительно новый скилл, как год его добавили. Его мы даем после шифта фа. Сейчас покажу, он также нас бустанет перед шифт пкмом, перед шифт ку, с него получаем урон по людям, урон от атак понизу, плюс 3% в чем 5 секунд. Демонстрацию провожу вам на персонажа, на котором нету кутума. Ну, давайте будем честны, если тут нет кутума, то это примерно 300 атаки. Спот жирный, монстры жирные, поэтому, в принципе, если тут был бы кутум, я бы их просто сейчас шоттал. Есть два варианта фарма, и я вам, соответственно, показываю, так как показываю на очень жирных мобах, когда вы будете бить более слабых мобов, допустим, звездную гробницу и так далее, если у вас будет там 280-290 атаки, там будете пользоваться либо одной, либо второй комбинацией, сами там уж выберите. Итак, получается две комбинации. Либо мы начинаем жесткий забав в бок пкм, пробел, шифт лкм можно добавить. Если вы, ну, кто-то что-то захотите поставить на шифт лкм, можно так сделать. То есть подбегаем к парику, бок пкм, пробел, шифт лкм, затем с панели скилл, шифт ф, лкм добавляем, шифт q и шифт пкм. Можно вот так, видите, они все сдохли уже. То есть, если вы будете в кутуме, то дпс еще будет больше. Еще раз давайте, бок пкм, пробел, с панели скилл, шифт ф, лкм, шифт q, шифт пкм. Либо можно все проще сделать. Подбегаем, назад лкм забафались, потом нажимаем троечку, у меня, видите, шифт ф, лкм и шифт пкм. Так, еще раз, смотрите, назад лкм, троечка, шифт ф, лкм и шифт пкм. Все, просто наипростейшая комба. Затем побежали дальше, то же самое, назад лкм, троечка, развернули камеру, шифт ф, лкм и шифт пкм. Если хп останется, можно шифт q добавить. Теперь у назад пкм, кстати, урон стал больше, можно с него добивать мобов. Причем его там очень хорошо бустанули. Где он? Вот он, 1431, x5 до двух ударов. А еще на пробужденном, кстати, страже можно добавлять иногда фку. Для небольшой срезки анимации. Вот смотрите. Так, троечка, назад лкм, наоборот, да, немножко. Км, шифт пкм. Можно вот сейчас, оп, фку нажал. Можно так добавлять. Сами смотрите. То есть, страж у нас, короче, на фарме остался таким же простейшим персонажем. Абсолютно. Если, допустим, будете фармить какой-то спот и мобов будут далеко стоять, можете просто воздух, воздух агр делать. Назад лкм и бам. Видите, они сагрились. Но сейчас слишком много мобов было в парике. Поэтому они не побежали. Сейчас покажу. То есть, подходите между двумя париками, нажимаете назад лкм и вот так, бам. И этот скилл может подтянуть какой-нибудь парик, стоящий близко. Давненько еще смотрел видосик на ютубе. Один стракш так там собирал к зарок и у него выходило что-то 6000 плюс итемов. По поводу еще раз длинного забафа. Если вам не хватает урона, ну, мало ли так случилось, то длинный забаф, да, он канает. Но так как ты играешь на страже, тебе просто лень какой-то делать длинный забаф. Ну, а посмотрите сейчас на строку бафа, когда длинный забаф происходит. Бок ПКМ, пробел, с панели скилл. Ну вот, смотрите, сколько на мне бафов. Просто невероятное количество. Там и крит урон, и что только нету. И скорость атаки, и всевозможные бафы. Можете так делать? Я раньше так делал, но потом мне поднадоело. Все-таки на страже думаю, что я буду на чили фану. Подумаешь, там на 500 или на 1000 итемов будет больше. Но зато я буду париться. А так на чили, на расслабоне, на страже так же все осталось. Если нет стрелков, то также собираем в период ф паровозы. Паровозы. Кстати, можно на баф сейчас посмотреть. Я что-то не посмотрел. Какой будет урон с первой стойки от прапанных скиллов. Пам-пам. Ну-ка. И вот, допустим, вперед Ку. И вперед ЛКМ. Ну, что-то вроде долбануло, а что-то и нет. Нет, все-таки урона мало. Шифт-Ку можно шотать парики, когда вы под пробуд бафом. Очень сильно дамажит. У вас может возникнуть вопрос, почему типа не начинать, когда подбегаешь с шифт-Ку. Да потому что банально ты еще либо не дотянешься до мобов, либо с шифт-Ку. Ну вот смотрите, с шифт-Ку КД 9 секунд. А у шифт-ЛКМа КД меньше. То есть, к примеру, на следующий парик ты в любом случае сразу же начнешь бить с шифт-Фа. Потому что с шифт-Ку у тебя на следующий парик еще не откатится. Поэтому я советую с шифт-Ку либо сейвить под конец самый. Когда вы не добили мобов и хотите их добить. В общем, с шифт-Фа лучше начинать. Хотя на шифт-Ку у нас как бы там дебафчик хороший идет. Давайте теперь разберем пробуждение в пвп. Изучаем в принципе все то же самое, что и пробуждение на пве. Только что пользуемся захватом с первой стойки. Почему захват с первой стойки? Потому что быстрее дается и мы его даем после обманочки в бок ПК и сразу Е. Пробужденные навыки я взял вот такие. То есть сначала мы даем забаф. Бок ПК на скорость атаки. Плюс сам скилл дает нам скорость атаки. Затем даем захватик на Ешечку. Потом после захвата у нас идет баф. Где мы бафим себе домп урон по людям 10%. Плюс 10 и шанс крит удара плюс 20 и плюс 20 атаки. Затем мы нажимаем Shift F. После чего тоже даем минус защиту и крит урон. Плюс сам Shift F дает меткость. Затем нажимаем LKM. Где наносится хороший дэмэдж. Также здесь у нас идет тоже урон атак спины урона атаки по низу за баф. И добавляем сюда ПКМ сразу же. Сейчас я продемонстрирую. А потом уже добавляем Shift ПКМ. На Shift LKM я взял доп урон по людям. И вся защита противника минус 15. И сам скилл еще дает всю защиту минус 10. Потому что допустим когда вы будете под пробужденным бафом под Shift E. Вы будете сносить людей вот с этого прокаста. Просто нажимаешь Shift LKM. Shift PKM. Shift F. Просто они будут вылетать от вас. Так давайте отправимся на арену. И я покажу саму комбу. Вообще кто впервые на страже. Главная фишка стража в пробужденной стойке. Это не то что его ДПС какой-то. Как в наследии. Когда он может этот ДПС выдать. А то что он большие ОЕшки закидывает. Вот Shift F дал. Бам. И он может в спину врага прокинуть. То есть в вас допустим враг кастует блок спереди. Скилл за блоком спереди. Но при этом у него спина открыта. И благодаря вот этому Shift F вы его законтрольте в спину. Плюс он бьет по большой площади. Также Shift Q. И потом к примеру улетели на фениксе из этого замеса. Развернулись. Возвращаемся. И у вас опять есть Shift F. Shift Q. И потом опять такими же подкатами и прочим. Выходим из замеса. Потом опять возвращаемся. Опять Shift F. Shift Q. Ну в Shift Q конечно же могут вас снести. Потому что это все дается в устойчивости. Shift F даете издалека. В устойчивости. Но не так сильно попадаете под урон. Какой забав перед тем как врываться во врагов. Нажимаем назад ЛКМ скорость атаки. Троечку. Затем пробел. Так. Бах. Бах. И побежали. Запомнили? Еще раз. Назад ЛКМ. 20 скорости атаки. Троечка. Пробел. Так. Так. И вперед F. Shift F. Shift Q. Прыгнули в сторону. Shift LKM. ПКМ. Теперь если вы законтролили цель. И хотите внести максимальный урон. Нажимаем. Вбок ПКМ. Е. Троечка. Назад ЛКМ. Shift F. ЛКМ ПКМ. Shift ПКМ. Это мне сейчас ошибку допустил. Когда вы дадите уже ЛКМ ПКМ. Все. Цель начнет вставать. Но это самый большой дэмэдж. Который вы можете нанести. Давайте еще раз. Бок ПКМ. Захват. Троечка с панели. Назад ЛКМ. Shift F. ЛКМ ПКМ. F. И Shift ПКМ. Видите она встает. Таким образом мы в комбинацию впихиваем кучу скиллов. Смотрите что. Теперь медленно. В Бок ПКМ даем себе баф. И контролим цель. Даем потом на Е захват. Даем потом с панели баф. И переходим во вторую стойку. Успеваем бафнуть себе скорость атаки. Назад ЛКМ. Shift F. Переконтроливаем цель. После Shift F. Вы должны нажать. Еще вот Shift F. У вас анимация. Вот смотрите. И сейчас ЛКМ. ПКМ. И потом F. Сразу же с резкой анимацией. Плюс удар скилла. Ф. Ф очки. Где он тут. И в этот момент цель уже будет вставать в деминишинге. Но вы еще успеете как бы вот этот скилл добавить. Либо если допустим у нас ЛКМ, АПКМ он в КД к примеру. Можно без них. Можно так вот захват. Потом опять с панели скилл. Опять баф. И просто Shift F. И ПКМ в конце. С отталкиванием. Можно так дать. Как вариант. То есть попробуйте эти две комбинации. И еще со своим уроном потестите с кем деретесь. Если там с какой-то жирной целью один на один. Что касается каких-то еще хитростей. Вы можете дать Shift F. Заехать за спину стоящему чуваку в блоке. Дать Shift Q. Таким образом Shift Q будет ему попадать по жопе. Хотя он будет другими драться. Вот этот скилл который под кат и ПКМ зажимаем. Начинаем телепортироваться в неуязвимости. И контролем врага в спину. Его очень опасно давать. Но частенько работает. Вот стоит перед вами цель в блоке. К примеру ДКшка. Делайте под кат. Попали ПКМом бам. На цель навели. Она упала на землю. И все. Отсюда сразу же продлеваем. Добавляем. И пошла ваша комбинация с уроном. Кто еще по хитростям? По хитростям. Ну я вам сказал. Под пробуд бафом обязательно Shift LKM ПКМ. Это очень жесткий ДПС. То есть пробуд баф. Если у вас Shift E есть. Вот начинать с него будет просто шикарно. Ну и главная фишка стражей идет в чем? В том что у вас раз в 3 секунды отпрыжка с неуязвим. То есть вы постоянно можете назад отпрыгивать с неуязвим. Вам не надо какие-то танцошмансы делать. Просто стоять в блоке и вот назад. К примеру Shift F, Shift LKM, LKM и назад. И опять Shift F, опять в блок встали и назад. Либо там вбок смотря как вы хотите сменить позицию. С подкатом. И вот этим неуязвим вы частенько будете пользоваться. К примеру с вами сближается враг. И вы видите что он сейчас реально будет кидать захват. Хоп, запрыгнули сюда. И он уже захватом промахнулся. Потому что у вас был неуязв. Либо к примеру вы запрыгиваете. Сразу даете вбок ПКМ и сами его контролите. Как вариант. Либо если он на вас к примеру прыгает. Вы запрыгиваете вбок ПКМ. Кинули захват. Не попали. И опять у вас будет почти сразу же отпрыжка. Либо вы можете отпрыгнуть. Захват. Нет отпрыжки. Shift F. Потом есть отпрыжка. То есть как бы вы медлительный персонаж. Но при этом у вас есть неуязвимости с прыжками. И есть вот эти вот моменты. Когда будете драться один на один. Да, это не дуэльный чар. Дуэльный чар это 100% наследие. Пробуда это only mass pvp. Либо chill farm. Который мне реально нравится. Когда я играл на страже. Ну вот пожалуй все про пробуду. Я даже не знаю что еще добавить. Комбинацию я вам показал. В mass pvp в принципе тут все понятно. Shift F, shift Q. Ну и почаще не забывайте опять же пользоваться топором. Топор кидать, чтобы дебафать. Не забывайте пользоваться вот этими моментами передвижения. Выучите. Просто зайдите на арену и потренируйтесь. Как он будет двигаться. Как ваш герой будет двигаться. Потому что от этого будет зависеть поймают вас быстро или нет. Если вы научитесь все эти тайминги соблюдать. Смотреть на скиллы вовремя. То вас так довольно таки будет сложно поймать. Да, вас могут залить дпсом. Но это чар такой. Ну а это теперь у нас страж в наследии для фарма. Вот такие у нас получаются пробужденные навыки. Опять комбинация вбок pkm. Пробел, shift lkm. Будет длинный забаф. Затем shift pkm. Либо shift F, shift pkm. Shift Q. Либо если нету shift F, shift Q, shift pkm. То есть в принципе без разницы. Либо вообще можно будет начинать, когда бежим вперед. Просто shift pkm. Хотя нет. Тут у меня поставлено урон по монстрам. Как раз я бафаю постоянно с пробела. Так что тут будем бафать в фул комбу. Именно с фул комбы. Сейчас покажу разницу. И если допустим у вас монстры на звездной гробнице. Вам там не нужно будет забафаться. Просто сразу будете фигарить с shift pkm. Так как он откатывается быстрее. А потом допустим добавлять shift F или shift lkm. И пробел. Либо shift Q заканчивать. То начинайте просто с shift pkm. Поставите на shift pkm урон по монстрам. Плюс 20 и минус защиту. По навыкам все то же самое. Все прокачано у меня. В первой стойке. Вообще все прокачано. Ну главные нам навыки это shift F, shift Q, shift pkm. Назад лкм. Пробел shift lkm. Тот же самый билд у меня получается без распадов. Но у меня и так и много. Но вы на это не смотрите. У меня нет кутума. Ну и плюс мобы здесь очень жирные. Это очень толстые мобы. Итак погнали. Мы подходим в бок pkm. Пробел shift lkm. Забафались. Shift F дебафнули мобов. И shift pkm закончили. Можно еще shift сюда добавить. Назад лкм закончили. Передвижение. Пробел pkm вперед f. Вот видите shift pkm. Shift F. В чем я говорил. Можно с этого начинать. Давайте с длинной комбы еще вот этот большой парик. Вот сейчас я и продебафал и забафался. И они лопнули. Но это все равно. Вот они сейчас все были передо мной. Да. Это типа здорово. Они тут классно стоят. Но вдруг какой-то моб окажется за спиной. И будет уже как бы косяк. Скажем так. Бок pkm. Пробел shift lkm. Shift F минус защита. Shift pkm. Убиваем. Если чуть-чуть осталось хп. Не хотите shift q тратить. Просто назад лкм добили. Вот это длинная комбинация. Про коротку которую я говорил. Мы просто бежим. Начинаем с shift pkm. Где у нас будет минус защита. И плюс урон по монстрам. И таким образом вы снесете. Допустим тех же кзарок. Там 280 290 в кутуме. Я думаю запросто. Давайте еще раз я вам продемонстрирую это. Мы подбегаем к парику. Сразу же даем shift pkm. Shift F. Shift lkm. Пробел. И назад лкм заканчиваем. Вот видите. Даже толком я не забафа на скорость атаки. А все равно их разложил. Также shift q вам поможет агрить мобов. Очень далеко агрит. То есть если кзарок фармить. Можно и с shift q начинать. Вообще спокойно. Что касается у нас. Вообще фармить в наследии или в пробуде. Это решать ребята уже вам. Потому что в наследии вам в pvp будет проще. В пробуде вам в pvp будет сложнее. То есть в принципе если сделать 2 билда. И вам будет не лень переключаться между ними. И при этом во втором билде к примеру в наследии. У вас будет стоять урон по монстрам на каких-то скиллах. То это нормально. Смотрите. Вот вы фармите в пробуде. Вам все по кайфу да. К вам кто-то пришел. Вы прыгнули на арену. Чтобы в безопасной зоне сменить ваш билд на наследие. Перешли в наследие. Вернулись на спот. Начали с этим пацаном драться. Прогоняете его. Остаетесь в наследии минут на 10 на 15. Убеждаетесь что никого нет и он не вернется. Потом меняете билд. Либо сколько он там кдшится. 50 минут. Час. Ну в общем сейчас перезарядка 10 минут. Я вот не знаю. Если это сделали на постоянку. Либо сейчас это по ивенту сделали. То здорово. Если даже будет перезарядка 50 минут. Ну пофармите вы в наследии идете 50 минут. Ничего страшного. Зато вы прогоните как бы пацанчика. Хотя что касается если фарма в пробуде. Ну а если чисто еще технически брать стороны. То просто в пробуде ты отдыхаешь. Вот монстр зашел за спину. Тебе впаду разворачиваться или что-то. Или побыстрее. Просто shift Q нажимаешь и убьешь его. Там будет урон больше чем с наследного стража. Как-то так. Вот в принципе. И вся разница. И в принципе вся комбинация. То есть запомнили. Еще раз повторим. Пок ПКМ. Пробел. Shift ЛКМ. Shift ПКМ. Назад ЛКМ. Вот этой комбы я думаю вам на многих спотах хватит. Если уже жирные мы бы пойдут. То можно и с добавчиками. И не только с добавчиками. А с дополнительным вот этим уроном. Shift F, Shift Q. Либо миксовать. На какой-то парик у вас Shift F, Shift Q будет в КД. Но зато ваша стабильная комба останется. Тем более если забафаться. Урон реально огромный. Вот Shift ПКМа реально огромный урон. Если вы все время бафаетесь. Ну а баф это вот этот. Бук ПКМ. Пробел. Shift ЛКМ. Самое что забавное. Вроде бы Shift ПКМ должен нанести невероятно больше урона. Если я вот мобов продебафал Shift F. А по итогу получается все равно этот урон как-то не сильно заметен. Вот Shift F дал. И бам Shift ПКМ. Ну вот. Почти то же самое наносит, что просто без него. Без дебафа на минус 20 защиты. Но тут еще бывает так, что иксы попали, иксы не попали. Поэтому, конечно же, нужно дебафать мобов обязательно на минус 20 защиты. Чуть не забыл. Хорошо, решил проверить. Так, сейчас проверим кое-чего. Они же подняли урон у Вперед Ку и Вперед ПКМа. Поэтому мы с вами сейчас затестим, если дать Вперед Ку, Вперед ПКМ после вот этой комбы нашей. К примеру, так. И Shift ЛКМ забыл добавить. И вот сразу Shift ПКМ. Shift F. Вперед Ку. Так, ну там мобы уже сдохли, слушайте. Невероятно. Давайте еще раз. Бук ПКМ. Пробел. Shift ЛКМ. Shift ПКМ сразу. Shift F. Shift Ку. Вперед ПКМ. Тут назад ЛКМ дорублю. Можно вообще на самом деле все подряд спамить теперь. Урон, ну, значительно стал больше. Прям, ну, жесть. Короче, от себя добавлю. Урон в наследии стал примерно 30-40% на фарме и в ПВП. Это урон в наследии стал со скиллов, которых мы добавляли. Только вот вперед ПКМ, вперед Ку так не дамажит в ПВЕ. Назад ЛКМ очень даже жестко стал дамажить еще сильнее. А вот ПВП в пробуде и на фарме, тоже где-то в этом районе, тоже 30-40%. Хорошо, еще не успели выпустить видео, и я смогу дополнить по поводу ульты Стража. 5-го числа вышел патчноут, в котором были увеличены иксы, количество ударов на ультах Черного Духа за 100%, за 200% у многих персонажей. Почти у всех. Они сделали следующее. К примеру, у Стража, пересчитав все иксы, удары и так далее, получилось в итоге с новыми порезками, там, 30%, 50% ПВП, просто добавляется там 100 или 200 или 300 урона. То есть ульта, в принципе, по урону у нас осталась такой же. Но теперь, когда ты используешь ульту, ну, кидаешь во врага, либо на фарме, сразу же тебе бафается Зетка, которую ты кушаешь в себя ульту. То есть теперь, получается, ты спокойно можешь, к примеру, в масс-ПВП не лезть в гущу событий, что типа отдаешь ульту и умираешь, а просто где-нибудь сбоку, либо издалека кидаешь ульту, и заодно забафаешься Зеткой вот этим 100% бафом от Черного Духа. То есть это теперь стало полезно, и ульта стала рентабельной, то есть до этого ты боялся ее использовать, потому что она не шотала, она Стража. А теперь ты ее будешь использовать всегда, даже в соло игрока будешь использовать, все равно получишь баф и при этом нанесешь хоть какой-то урон. Вот, пожалуй, ребята, все. Теперь точно все. Спасибо, ребята, за просмотр, обязательно поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями, с новичками, со Стражами. Вот спрашивают вас про Стража, кидайте мой видос, и все будет понятно. Хе-хе. Подписывайтесь на канал, приходите к нам в группу в Дискорде, в группу ВКонтакте. В Дискорде есть еще бот, там можно кучу вопросов задавать по игре, также можно посоветоваться с нами в личном сообщении, ну и вообще во флудилке там спросить, вам всегда ответят, всегда рады. Еще раз всех с праздничками, всем отличного настроения, шикарного дропа, ну и классных ПВП. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok